Всем привет, мои дорогие! Сегодня я рада опять вас всех приветствовать и рада нашей с вами новой встрече. Если есть среди вас те, кто случайно сегодня зашел ко мне в гости, меня зовут Элла, и на моем канале Гипнотик Плёр, конечно же, мы говорим в основном об ароматах. Сегодня тоже будет парфюмерное видео, как я назвала его сама в шоке, зачем платить больше, потому что речь пойдет о бюджетных позициях, то есть, можно сказать, о таких прекрасных аналогах, более дорогих, нишевых, люксовых ароматах. Некоторые я уже показывала вам, некоторые позиции вы еще не видели. Коротенькое буквально видео, немного ароматов, но именно те, которые не просто я с удовольствием пользуюсь, как бы взамен дорогих ароматов, но которые меня впечатлили, и, честно скажу, мне нравятся больше, чем оригиналы, аналогами которых они являются. Так что, если вам это интересно, доставайтесь сегодня со мной, мои дорогие, если вы любите парфюмерию, но еще и подписаны на мой канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, ну и устраивайтесь поудобнее, а мы начинаем. Ну и, дорогие мои, как я уже сказала, некоторые ароматы я вам уже показывала, поэтому по ним пробегусь очень быстро. Почему я к ним вернулась? Да потому что именно благодаря им я вычеркнула из своих хотелок некоторые ароматы, которые у меня там давно стояли. То есть, меня вполне устраивает качество этих ароматов. И начну с первого аромата, который показывала вам, это Росгурман Азара. То есть, это позиция, которую когда-то я вам ее показывала и очень хвалила, это действительно так. У меня в запасе еще один флокольчик, потому что этот аромат мне действительно понравился очень-очень. И благодаря именно этому парфюму я вычеркнула из своих хотелок аж три аромата. Вот это Роуз Ваниль от Розес Ваниль от Мансера, который давно стоял у меня в хотелках. Роуз Маск от Монталь, который у меня когда-то был маленький объем, но он закончился. Я хотела его повторить, потому что мне нравится звучание вот этой розы, но мускус Монталь мне немножко придушивал. Поэтому я до сих пор еще не возобновила этот флакон. И еще, конечно же, Интенс Кафе от Монталь, потому что ароматы Роуз Маск Интенс Кафе похожи. Вот все три этих аромата из моих хотелок ушли, но я имею в виду, что я не буду их покупать, потому что теперь у меня есть вот эта гурманская розочка от Зара. И я вам уже хвалила ее до такой степени, мне действительно очень понравился этот аромат. И я уже, наверное, вступление уже вы поняли, что эти ароматы от Зара, вот эти бюджетные позиции, я не потому ношу взамен вот эти дорогой ниши, а разница в цене колоссальная. То есть аромат Зара, вот этот 90 мл, 15-90, ну 16 евро, будем так говорить. Ароматы Монталь у нас стоят за 100 евро, Мансера тоже где-то в пределах этой цены. То есть у нас в Италии довольно дорогие позиции, то есть это в разы, в разы, конечно, бюджетные, но не только из-за цены и не только из-за этого, а именно потому, что вот этот аромат по всем техническим характеристикам мне очень нравится. Действительно такая классная гурманская ванильная розочка. Три ноты, которые вот из Зары заявляют, это роза, ваниль и амбра. И вы знаете, конечно, их больше, но мне так нравится вот это натуралистичное раскрытие розы, вот с этой ванилью. Конечно же, я тестила аромат Мансера роз ваниль, прежде чем заносить хотелки. И вы знаете, они действительно просто очень и очень похожи, но вот этот аромат от Зара, мне даже больше нравится, как звучит на моей коже, вот это правда. Очень натуралистичная роза, красивая, не кондитерская такая, не ванилиновая ваниль, а натуральная такая. И вот эта мягкая амбра, как даже вот сейчас в жару надевают этот аромат, абсолютные комплименты. Вот знаете, этот аромат просто притягивает к себе, когда я его наношу, всегда кто-то у меня спрашивает, боже, какой аромат, какая насыщенность, какая стойкость, что это. Очень действительно удивляются, когда я говорю, что это Зара, но всегда объясняю, что это похоже на то-то, на то-то. Вы знаете, прекрасные, очень, почему я к нему сейчас вернулась, хочу вам рассказать, посоветовать, особенно тем, кто любит роз ваниль от Мансера и вот звучание роз от Монталь. Вы знаете, я, потому что Зарочка пересдала вот эту линейку, какие-то ароматы появились, в том числе роз гурман, я опять видела в новой коробочке, чуть-чуть повысилась, по-моему, на пару евро цена, по-моему, 17-90 сейчас стоит такой же объем, но они есть. Если у кого есть Зара, ну, конечно, у кого есть, то вы сможете тоже их приобрести, потестить. Вы знаете, я просто балдет от этого аромата, мне он очень-очень нравится. И, конечно же, хоть мускус не заявлен, немножко мускуса есть здесь, но не такой вот свербящий, как у Монталь. Именно этим мне больше нравится этот аромат. И сегодня я буду говорить именно о тех ароматах, которые мне, как я уже говорила, нравятся больше, чем оригиналы сами. Так что вычеркнула аж три аромата, довольно вот этой гурманской розочкой. А следующий аромат, о котором хочу сказать, тоже аромат, о котором уже говорила, это тоже аромат от Зара из этой же линейки. У меня, по-моему, есть даже целое видео об этой линейке от Зары, но поэтому быстро скажу Red Temptation от Зарочки, который полностью повторяет звучание вот этой великой, ужасной, как я любя называю, Бакайры Руш 540 от Францеза Курджана. Очень популярный такой хайповый аромат. Вы знаете, у меня до сих пор его нет в коллекции. Был у меня маленький от Ливанси, который я сносила, и как раз вот, когда у меня заканчивался, я как раз пробовала вот параллельно и Red Temptation, и аромат Бакайра Руш вот от Францеза Курджана. И вы знаете, я хочу сказать, что, наверное, это один из лучших вообще на рынке клонов этого аромата. Аромат действительно хайповый, почему я не появился сразу, когда он вышел, потому что мне не нравился этот хайп вокруг него. Его очень много, многие блогеры начали, кто-то его хайл, кто-то, наоборот, превозносил. И вот эти споры вокруг него. То есть действительно подняли его вот на эту волну, а я там, где вот этот хайп, стараюсь подальше от этого быть. И вы знаете, но все равно аромат-то в хотелках у меня стоял. Цена у него огромная, правда, вот скажу. У нас в Талине он стоит очень дорого. Поэтому все ароматы, которые клоны тестила до этого, они не в полной мере как бы воспроизводили звучание Бакары. Вот этот Red Temptation мне показался самым приближенным. И честно вам скажу, мне он тоже нравится больше, чем сама Бакара. И не за цены, тоже вычеркнула из хотелок, убрала из хотелок аромат Францеза Курджана. И, а именно потому, что на моей коже мне больше нравится Red Temptation. Здесь тоже вот эти, такие, знаете, вот эти сладкие леденцы, петушки на палочках. Те, которые слышат и в Бакаре Руш. И та же йодистая минеральность, которая потом на втором плане есть. И она тоже очень хорошо передана. Она яркая, тоже аромат очень стойкий. Кстати, Росгурман тоже очень стойкий аромат. И этот, он такой же въедливый, стойкий, как и сама Бакара, шлейфовый. Тоже, который замечают необычный вот этот аромат, на который делают тоже комплименты. Но на моей коже он звучит лучше, потому что минеральность Бакары Руш, она меня немножко душила. Вот именно ее йодистость, вот эта вот минеральность, она меня на какой-то момент начинала вот не то, что душить, а мне становилась немножко как-то, вот эта монотонная минеральность меня немножечко утомляла. Так вот, этот аромат мне нравится больше. Здесь в меру этой минеральности вот эта сладость вот этих петушков, вот этих леденцов. Так что этот аромат мне понравился по своим техническим характеристикам. Великолепная стойкость, классный шлейф. И, дорогие мои, я уже говорила об этом, что некоторые снобы пишут, ну, как вы можете сравнивать аромат какой-то там Зары и великое творение Франциза Курджана. Так вот, я хочу сказать, что я абсолютно не являюсь снобом. Все мои впечатления о парфюмерии я делаю только за тестом своей кожи. Если мне нравится аромат, мне он дарит какие-то эмоции, слышу я натуральное звучание ингредиентов, то, что мне нравится, я никогда не смотрю на цену, я буду носить и бюджетный аромат, и дорогой аромат. Для меня не имеет значения цена, хотя многие мне писали, чем выше цена, тем лучше качество. Я так абсолютно не считаю, мои дорогие. Пишите в комментариях, что думаете вы по этому поводу. Ну, и хочу сказать, что, кстати, парфюмерию Зара, с Зарой сотрудничали очень великие парфюмеры. Все ароматы Зара создают те же парфюмеры, что создают и люксовые для нас с вами ароматы, и в том числе нишевые. Зарочкой, в частности, сотрудничали и Натали Лорсон, и знаменитый мой любимый Альберто Марильас, даже и Францис Курджан, по-моему, врать не буду, но, по-моему, тоже он для Зарочки что-то сделал. И другие великие парфюмеры, так что не надо воротить нос от Зарочки, а вот эта линейка просто великолепна. Ну, и еще один аромат тоже Зары, который меня просто впечатлил, что меня даже вот сподвигло сделать это видео. Я просто в шоке, вот действительно в шоке, зачем платить больше за дорогие ароматы. Аромат, который я вам сейчас покажу и скажу клоном которого, в общем-то, он является, ну, аналогом так правильнее, наверное. Это аромат Зара Woman Rose Gold, который был у меня уже давным-давно куплен и стоял где-то там тоже в темном уголочке. Вы знаете, я этот аромат купила от Зары давно уже, года три, наверное, назад, потому что мне понравилось его звучание. Необычное, какое-то, знаете, такое завораживающее, холодная белоцветочность, с какой-то такой прохладой какой-то холодной воды, какой-то притягательностью, хотя я белые ароматы, белосветочные не люблю, а здесь вот эта не кричащая белосветочность, а какая-то освежающая, с таким длинным, приятным шлейфом. Я купила этот аромат, он мне показался очень необычным, вот эта белосветочность с какой-то зеленцой холодной. И несколько дней у меня был с ним такой започек, потом я его убрала и отставила. Но вы знаете, дорогие мои, я уже давным-давно охочусь за ароматом от Назомата Нишевым, который называется «Наркотик Венус», знаменитый аромат, как все, наверное, маньяки знают. Почему за ним охочусь? Потому что хоть живу в Италии, но негде мне тестить марку Назомата. Кстати, Назомата, это переводится как «сумасшедший нос», вы все знаете. Очень интересная марка, интересный сам парфюмер Александр Гуальтьери, который, в общем-то, является таким эпатажным парфюмером, о нем ходят просто неимоверные легенды, но, в общем, потестить в нее негде. Ездила в Милан даже, искала негде, но, наконец-таки, где-то там на озеро мы ездили, нашла маленькую парфюмерную лавку, где все-таки были представлены ароматы Назомата. И все-таки «Наркотик Венус», а у меня, кстати, есть, знаете, какой в коллекции? Блэк Афгана только от Назомата, который я заказывала вслепую. Так вот, «Наркотик Венус» там был, и я, наконец-таки, его потестила. И вы знаете, первое мое ощущение было «Боже, этого не может быть», потому что этот аромат я знаю. Кроме того, я уже носила его. Я прям, знаете, вот нанесла на блотер, мне нанесли на руку, и я не могла делаться от мысли, что этот аромат у меня уже есть. Конечно же, я сразу вспомнила про этот аромат от Зара, и я не могла поверить, что он так, я думаю, нет, прибегу домой, первым делом сделаю такой параллельный затест, что, знаете, настолько меня вот это потрясло, что даже выпросила там у девочек, что мне отлили вот в мензурочку прям буквально два пшика вот этого аромата Александра Гуальтьери, ну, я имею в виду «Наркотик Венус», и чтобы дома сравнить, я действительно наносила на одну руку вот аромат Назомата «Наркотик Венус», на вторую вот этот «Вумен Росголд», «Росголд» от Зара. И вы знаете, я действительно слышала настолько два похожих аромата, что вот даже в шлейфе, в воде руками, не могла понять, они сливались. Даже просила своих домашних понюхать его здесь, здесь, как вам? Они говорят, что это один и тот же аромат. Конечно же, мой пытливый такой маньяческий нос чует какое-то небольшое различие, но честно вам скажу, в шлейфе не отличит. Направление звучания одно и то же, и там, и там вот эти холодные белые цветы. У Александра Гуальтери «Наркотик Венус» эти белые цветы, и там, конечно, первая тоже стоит тубероза. Вот именно тубероза в таком зеленом, немножко хищном таком прочтении. Вот именно не ягодная тубероза, а такая вот холодная, зеленая. И белые цветы в виде лили, жасмина и специи заявленные. Как говорят же, у Александра Гуальтери не заявляют формулу своих ароматов, и вообще, что он творит там черти что, то, что он добавляет какие-то запрещенные ингредиенты, чуть ли там не действительно какие-то наркотики, что чуть ли не привез свои флаконы, чтобы сделать каким-то эксклюзивным. Но это все, конечно, россказни, конечно же, все это не так. Но тем не менее, вот действительно эпатажный парфюмер, выложу где-то фото, и вот этот «Наркотик Венус» у меня давно-давно стоял в хотелках. Стоимость этого аромата 30 мл, у нас в Италии 130 евро. Одинаковая цена вот во всех магазинах. И, конечно же, я настолько обрадовалась, что вот у меня есть этот аромат от Zara. Я даже удивляюсь, что на фрагрантике он не заявлен первым похожим на «Наркотик Венус», потому что он действительно очень похож. Кстати, он еще похож на аромат от Михаила Корса «Микаэл», так он и называется этот аромат, на который, в общем-то, с которым сравнивают «Наркотик Венус». Он на первой позиции стоит. Поэтому, конечно же, о похожести этих ароматов даже не стоит. То есть это явная не только похожесть, но и полностью повторяет, на мой взгляд, направление звучания. Так что я очень довольна, что у меня есть этот аромат от Zara. Кто тоже, кому нравится «Наркотик Венус», не хочет тратить денежки, обратите внимание на этот аромат, Zara его пересдает. Это у меня уже такая новая прочтение, да, современная позиция. Раньше у Zara в другом флаконе была, и Zara его тоже пересдает. Великолепный аромат. Я просто поразилась, насколько он похож на «Наркотик Венус». Так что теперь со спокойной совестью вычеркнула и схотела к «Наркотик Венус». Буду с удовольствием пользоваться. Сейчас летом на ура пошел. Здесь тоже белые цветы, такие, знаете, холодные. И если там у лилия, то здесь вот помимо туберозы, она тоже на первом месте заявлена, точно такая же холодная тубероза. Здесь еще есть и фрезы, и цветок апельсина, яркая магнолия, еще какой-то белый цветок, то, что касается вот этой холодной белосветочности. Ну и амбра. И честно вам скажу, дорогие мои, вот для меня аромат Zara звучит натуральнее. Тоже у него красивый шлейф, неплохая стойкость. Вот правда, такая же стойкость, как и аромата Назомата. Но для меня вот эти цветы в холодном самозвучании, вот в таком, знаете, прохладном, холодном, как какой-то вот сад вот этот белоцветочный после дождя, вот где вот эта роса. Может, хотя не заявлена роза, название роза есть, для меня это еще какая-то белая роза. Вот абсолютно какая-то холодность и зеленые ноты, прохладные вот в этом аромате. Так же, как для меня звучит наркотик Венус. И вы знаете, только я уже начала говорить, что этот натуральный на мне звучит. Аромат Назомата какую-то синтетичность выдает на моей коже. И вы знаете, это мне не понравилось, поэтому я отдаю предпочтение вот этой бюджетной позиции от Zara. И вам всем советую с ней познакомиться. Ну и, дорогие мои, пишите в отзывах, может быть, кто-то уже, как и я, вот это открыл такую Америку, да, что вот этот аромат от Zara очень похож на наркотик Венус. Буду ждать от вас обратной связи. А я о последнем аромате быстренько скажу. Аромат Рубарб, то есть это ревень, как переводится, от аналоговой марки, марки, которая производит аналоговую парфюмерию. В каком-то видео я о ней говорила, которое называется Эквиваленция. Это испанская марка, во всей Европе она представлена, в общем-то. И аромат ее можно, по-моему, найти на сайте. Я не знаю, точно врать не буду. Линейка Les Secrets, то есть такая эксклюзивная линейка. И этот аромат уже как бы повторяет вот звучание тоже дорогого аромата, но люксового от марки Эрме, который на французском даже боюсь произнести. Оу де Руба Экарлат. Ну, не буду больше спраздняться в французском. То есть это красная или алая ревеневая вода, как он называется. Выложу где-то алый флакончик. Так вот, этот аромат тоже стоял давно в хотелках. Этот аромат у нас дорогой, стоит почти 90 евро, 50 миллилитров. Поэтому, когда я нашла вот в марке Эквиваленция вот этот Рубарб, который мне сразу прям напомнил. Не то, что напомнил, это один к одному звучание. Вы знаете, что кто знаком с этим ароматом, там заявлен действительно ревень, красные ягоды и мускус. Всего три ноты. И он такой сочный, ревеневый, вот этот с кислиночкой и вот эти красные ягоды. Немножко мускуса. То есть он такой приятный тоже летний, классный такой аромат с этой кислинкой ревеня. Обожаю ревень в парфюмерии. У меня несколько ароматов есть. И вот этот Рубарб я прям, ну, с удовольствием, это почти пустой же флакон, относила. И решила, что не буду даже ждать скидок. Вычеркну, вот, спокойно душу вот эту хотелку от Эрме, дорогую. И буду дальше пользоваться вот этим ревенем, Рубарб, ароматом, который предлагает вот эта марка Эквиваленца. Прекрасные технические характеристики. Точно такая же стойкость. Шлейф, как и у самого аромата Эрме. Очень мне понравилось. Натуральное звучание. Тоже вот эти красные ягоды, ревень, все это слышится. Классный аромат. Вот прям тоже рекомендую, кто любит ревень, обратить внимание, ну, кто найдет эту Эквиваленцу. Прям очень мне понравился этот аромат. Даже больше, потому что и тот, и тот тоже параллельно тестила. Вот как-то этот аромат мне тоже показался более насыщеннее, чем аромат Эрме. И даже стойче на моей коже, чем оригинал. Поэтому сегодня я рассказала вам о четырех позициях, которые я выбрала. Именно не потому, что они бюджетнее, и они мне заменили дорогие позиции, а именно потому, что они мне даже больше нравятся по тому, как звучат на моей коже, по тому, как вот я слышу их вот именно более натуральное какое-то звучание. Они меня по техническим характеристикам устроили больше. А вы, дорогие мои, пишите. От вас тоже жду обратной связи. Какие у вас есть вот такие бюджетные позиции, которые вот вы с удовольствием носите, которые вам заменили какие-то дорогие нишевые, люксовые позиции. Все мне это будет очень интересно. Если видео вам было полезным, информативным, ставьте, как всегда, лайк. Мне это очень приятно. Ну, и мы с вами, конечно же, увидимся скоро в моих новых видео. Всех вас люблю. Всех целую. Спасибо всем, кто был с вами до конца. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok